Салют, пипо! С вами Хьюман, и как всегда, приготовим вам глоточек полезной и вкусной информации. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим об окончании производства старых видеокарт RX 6000 серии. Также посмотрим, где объявились наконец-то дискретные видеокарточки Intel Arc и в каких ноутбуках. Ну а под конец с вами чекнем новенькие ряженки 6000 серии. Погнали! Так, ребятки, если вы вдруг хотели себе купить видеокарточку от AMD, красных, да, последней линейки RX 6000, то возрастает шанс того, что вы ее не купите, потому что карт будет все меньше и меньше. Потому что выходит новая линейка, обновленная, рефреш. Поясняю. Опираясь на опубликованную информацию от Хамана Муджатаба, это человек, который ведет новостной IT-блок в проекте VCC F-Tech, так вот, по его словам, стало ясно, что партнеры по печатным платам прекратят производство Radeon RX 6900 XT, 6700 XT и 6600 XT, естественно, в угоду их обновленной версии с более быстрой памятью. Ну и речь у нас здесь идет о 6950 XT, 68, 6750 XT и 6650 XT. С другой стороны, возможно, для вас это как раз таки сигнал, чтобы пересмотреть свои приоритеты для покупки. Ну, мол, зачем покупать тогда эту версию карт, если можно купить и рефреш, я думаю, ценники будут более-менее такими же, которые будут, по большому счету, на какое-то количество процентов быстрее. Ну, это не точно. Ну и тем более стоит помнить, что AMD на рынке видеокарточек в сравнении с той же Nvidia не так уж и много, да, вот мы помним, с предыдущего ролика это обсуждали. Соответственно, после релиза рефрешей, то обычных RX 6000 будет еще меньше, тем более производства не будет, насколько я понимаю. Само собой, здесь будет первым, это вопрос цены. Наличие, да, понятно, что будет. И я полагаю, что ценники будут либо такой же, либо, что более, вероятно, немного повыше. Ну, все-таки же поновее и получше. Но нужно учитывать, что перед запусками новых линеек, ну, вряд ли ценники будут конскими. Если, конечно, не произойдет какого-то, я не знаю, коллапса жесткого, где-то там, в чем-то там. Если мы с вами прикинем, что есть у нас видеокарточки 6600 и есть 6600 XT, которые мы с вами обозревали, а которые для Full HD оказались очень хорошими в производительности. А если тут еще и 65, 66, 50 XT, сорян, заговариваюсь, то, я думаю, достойная бюджетная видеокарта получится. Плюс ко всему, естественно, мне будут и повыше тактовые частоты. Так что оно по производительности в любом случае будет покраше. В общем, ожидаем. И, друзья, я заметил, что некоторые из вас не в курсе по поводу моего телеграм-канала. Но вы видите, что ролики на YouTube у меня ограничены определенным временем. К сожалению, физически я не могу создать ролик подлиннее и успевать это делать каждый день. Поэтому некоторые материалы, которые бы хотел, чтобы поместились, их нет. Следовательно, я их публикую иногда в телеграм. Так что, если хотите быть в курсе всех IT-новостей, любопытных и не очень, подписывайтесь туда. Тогда обширнее будет ваша база данных. Ну что, еще одна хорошая новость для Intel. Наверное. Досили я вам говорил, что выход видеокарточек Intel, неважно в ноутбуках или нет, но дискретных как таковых, очень затяжной процесс. Ну, вы по большому счету даже сейчас их свет с огнем не сыщешь, чтобы просто найти тот же ноутбук с дискреткой, да? Ну, разве что, может быть, где-то в Азии. Ну, а теперь же партию интеловских алхимиков можно встретить в ноутбуках, которые завозят в США и Великобританию. Да, увы, пока что списки ограничены партнерами и на полках мы сможем увидеть только HP или Lenovo. Плюс стоит учитывать, что на борту этих лэптопов видеокарточка А370M, а это, по большому счету, самый стартовый, самый бюджетный вариант. Ну, то есть, это не А500, не А700 серии. Но, правда, ради стоит сказать, что мы с вами уже просмотрели тестирование непосредственно таких ноутбуков, это, по-моему, был Samsung с такой видеокарточкой. В принципе, очень даже достойно было, если вдруг не видели, посмотрите. Что касается цен, то они достаточно волатильные. Тот же Lenovo IdeaPad 3i с 15,6-дюймовым экранчиком продается в Великобритании за 761 и 849 фунтов стерлингов. На Lambda Tech и Curie's. А вот Asus ZenBook Flip, тоже на 15,6-дюймов, отдают по цене 1399 баксов. Немножко дороже, да. Собственно, это относится и к HP Spectre, который продается в Best Buy за 2000 вечно зеленых. Правда, мы тут пропадаем в просак, потому что заказать их на сайте сейчас нельзя. Их либо нет, либо пишется, что скоро будут в продаже. Тем не менее, даже учитывая, что на виртуальных полках пока что этих лэптопов нет, там либо пока нет, либо написано скоро будут, это не столь значимо. Потому что главное, что уже написано, значит их туда поставляют. Значит, ждем скоро. И, ребятки, хотел отдельно сказать вам спасибо за поддержку, за ваши просмотры, комменты, лайки, все остальное, то, что вы делаете с контентом, для меня это прям честь. И отдельно спасибо тем ребяткам, которые поддерживают финансово данный проект, спонсорством на YouTube, Patreon, Boosty и Donation Alerts. Большое вам, ребятки, за это спасибо, это помогает двигаться проекту на ежедневной столе и делать контент, чтобы его смотрели. Благодарю. Ну и раз уж мы с вами затронули ноутбуки, то могу уже сказать, что AMD официально предоставила нам камушки в центральных процессорах в ноутбуках AMD Ryzen 6000 серии Pro версии. Внутрянка у них добротная, это, естественно, камень на Zen 3, плюс встройка на RDNA 2. Что касается прошек с их характеристиками, то если мы смотрим на Ryzen 6000 серии не Pro, то технически они либо такие же, либо же немножечко получше. Там, насколько мне известно, они отличаются в основном, это именно техобслуживанием более такого, скажем, длительного периода. Ну, то есть, условно говоря, гарантия там подольше. В итоге уже существует 6 чипов Ryzen Pro 6000H серии. От 6-ядерных 12-поточных Ryzen 6 Pro 6650H и 6650HS до Ryzen 9 Pro 6950H и 6950HS. А также существует два процессора серии Ryzen 5 Pro 6650U и Ryzen 7 Pro 6850U. Что касается их производительности, то именно в этот момент красные предоставили нам, скажем, информацию и какой профит получают у нас непосредственно ноутбуки на камнях Ю-версии. В итоге при 15-ти ваттах CPU-шка 6850U обеспечит в 1,1 раза больше производительность процессора по сравнению с 5850U последнего поколения. А при TDP-шке, внимание, на 28 ватт в 1,3 раза. Ну и что касается процессора, а если мы говорим за встройку и за видеографику, то улучшение производительности составляет в 1,5, а во втором случае в 2,1 раза. Ну и естественно, не без сравнения с конкурентами в лице Intel. В итоге между собой сражались Lenovo ThinkPad Z13 с Ryzen Pro 6860Z на борту, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 против ThinkPad X1 Carbon, на борту которого был Core i7-1260P и 16 Гиг Азу 5500. В итоге AMD показала лучшую многопоточную производительность в Sinebench R23 на целых 25%. Ну а далее на 50% больше производительность в Passmark 10 и более быструю графику в 3D Mark Time Spy. Однако одноядерные результаты оказались похуже. Но что касается энергоэффективности, то как по мне здесь AMD все-таки лукавит. Они заявили, что Ryzen 7 Pro 6850U может спокойно воспроизводить видео в течение 29 часов. Плюс они сказали, что лэптоп от Hewlett Packard, он же EliteBook 865G9 с камушком 6850U и батареи на 76 Ватт-часов, проработало более 26 часов в тесте, ну тест называется на срок службы батареи, через приложение MobileMark. Ну не знаю, не знаю. Ну а релиз таких интересных ноутбуков Pro-версия состоится уже во втором квартале этого года. То есть конечный срок это конец июня. Подождем, посмотрим, что они из себя будут представлять. Ну а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами как всегда был Хьюман и как всегда, кайфовой вам игры.